Заключительный этап Олимпиады Магистреум. Олимпиада Магистреум была создана для того, чтобы поддержать выпускников бакалавриата, для того, чтобы они смогли продолжить и планировали продолжение своего обучения во второй ступени высшего образования в магистратуре. Хирурги университетской клиники провели уникальную операцию. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Камила Французова. Представители Казанского федерального университета приняли участие в онлайн-встрече с представителями Назарбаев университета Республика Казахстан. Казанский университет был представлен в лице проректора по внешним связям Тимирхана Алишева, директор научно-клинического центра претезионной и регенеративной медицины Альберта Резванова, заведующего кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудоизвлекаемых углеводородов Михаила Варфоломеева и профессора кафедры интеллектуальной робототехники Евгения Магида. Мероприятие прошло на платформе Zoom. Проходит заключительный этап Олимпиады Магистреум. Подробнее узнаем далее. В апреле стартовал заключительный этап Олимпиады Магистреум. Участие в ней абсолютно бесплатное. Все, что нужно, это либо учиться на третьем-четвертом курсе университета, либо уже иметь высшее образование и пройти регистрацию на сайте Казанского федерального университета. Олимпиада дает шанс участникам выпускных курсов, это третий-четвертый курс, принять участие в Олимпиаде по тому или иному профилю. И, собственно, в летний период, на этапе летней приемной кампании, если они являются победителем, либо призером данной Олимпиады, тот балл, который напечатан будет в сертификате, можно перенести на этап приема. То есть, как за честь, за внутренние вступительные испытания. Олимпиаду проходит в два этапа. Сначала идет отборочный этап в заочной форме. После него идет уже заключительный, который проходит как очно, так и при помощи системы прокторинга. Победители Олимпиады получают 100 баллов при поступлении, а призеры, в свою очередь, баллы, которые смогли набрать. Эти результаты засчитываются вместо вступительных испытаний при подаче заявления в университет. Олимпиада магистреум была создана для того, чтобы поддержать выпускников бакалавриата, для того, чтобы они смогли продолжить и планировали продолжение своего обучения во второй ступени высшего образования в магистратуре. В этом году регистрацию на магистреум прошли много студентов. Также участие в Олимпиаде могут принимать и иностранные студенты. То есть это квота и зачисление на бюджетные места по линии Минобранауки. То есть так называемые квотные места для иностранцев. Олимпиада дала возможность поступить на бюджетное место в магистратуру не одному студенту. Ангелина Трынина, Евгений Алмазов, Универ Ньюс. В Институте геологии и нефтегазовых технологий прошла конференция для студентов, которые планируют заниматься научной деятельностью. Тему продолжит наш корреспондент. Жажда науки. Такое название получила конференция в Институте геологии и нефтегазовых технологий. Мероприятие в стиле TEDx проводится в учебном заведении уже второй год. И организаторы планируют и дальше сохранять формат таких конференций студентов старших курсов для новых лиц в научном обществе. Небольшие поступления по 5-7 минут, которые, я надеюсь, привлекут еще больше новых участников к этим тематикам. Этой конференции хотим показать, что это для каждого. Каждый сможет сделать что-то, написать свою первую научную работу, выступать, путешествовать по городам, показывать вообще студентам первого курса и школьникам, что это такое, почему это важно. На конференции Анастасия выступила с темой «Такие разные углеводороды, как добыть больше нефти». Явление химического заводнения заинтересовало студентку еще в начале ее научной карьеры. С первого курса я вообще очень хотела написать свою первую научную работу. Все было непонятно и казалось, что только на четвертом курсе можно будет все это сделать. Но я очень благодарна, что у нас в Казанском федеральном университете есть очень много лабораторий, где у нас есть высокотехнологическое оборудование. То есть я сразу пошла туда, и меня заинтересовали поверхностно-активные вещества. Сейчас она продолжает работать в этом направлении и исследует такие явления в своей научной работе. Ее коллеги на конференции рассказали о микрометеоритах, тяжелых металлах, магнитном поле Земли, научном центре мирового уровня и геоэкологической оценке качества ВОД. Роберт Хасанов, Евгений Алмазов, Универньюз. В Елабужском институте состоялась встреча с выпускниками педагогических направлений. На повестке дня «Адымнар» – проект полилингвальных образовательных комплексов на территории Республики Татарстан. На данный момент в республике созданы четыре полилингвальных комплекса в Казани, Елабуге, Набережных Челнах и Актаныши. В Ольметьевске и Нижнекамске школы находятся на финальном этапе строительства. Встреча посвящена вопросу формирования коллективов для полилингвальных комплексов данных городов. «Адымнар» – проект полилингвальных образовательных комплексов на территории Республики Татарстан. Идея создания такого образовательного пространства, преподавание в котором ведется на русском, татарском и английских языках, принадлежит государственному советнику, первому президенту Республики Татарстан Ментимеру Шаймиеву. Основной повесткой выступлений директора стало привлечение студентов педагогических направлений для формирования коллектива будущей школы. В Республике созданы уже работы четыре полилингвальных комплекса. Это у нас два в Казани, Елабуге, Челнах-Актаныш и сегодня строятся Альметьевский и Нижнекамский. Итогом встречи руководящего состава Елабуги с выпускниками педагогических направлений стала речь о реализации на основе современной материально-технической базы в многоязыковой среде, что позволило педагогам таких комплексов непрерывно развиваться и готовить конкурентно способных учеников. Виктория Казанская, Роберт Хасанов, Айдар Нурмеев, Универньюз. Если сегодня не провести операцию, то уже завтра начнутся регулярные переломы костей из-за нарушения функции эндокринной системы. Такой неутешительный прогноз ждал пациента университетской клиники. О действиях врачей и положительном исходе операции в нашем материале. Почечная недостаточность – распространенное заболевание, полностью нарушающее все функции организма и приводящее к расстройству обмена веществ. Пациенты с таким диагнозом обречены на хронический гемодиализ – процедуру, позволяющую очищать организм от лишней жидкости и токсинов. Для некоторых решением является трансплантация донорской почки. Однако такая возможность есть не у всех. Три раза в неделю этот пациент нуждается в очищении крови в условиях специализированных отделений, так называемых отделений гемодиализа. Вот это его основная проблема. Все остальное уже, в том числе сегодняшняя наша манипуляция, процедура, операция, она является следствием его основной болезни. В общем, суть в том, что у этого пациента, если мы его не прооперируем сегодня, то в ближайшие несколько месяцев или лет его ждет перелом костей, и он не сможет встать в очередь на донорскую почку. Диагностика и лечение почечной недостаточности в Республике Татарстан – дорогостоящая процедура, от которой зависит жизнь многих пациентов. Хирурги университетской клиники КФУ успешно прооперировали пациента с заболеванием эндокринной системы на фоне почечной недостаточности. Как только эти пациенты стали поступать к нам регулярно, мы обзаботились о том, чтобы делать, оперировать и лечить их качественно, для того, чтобы не прибегать к повторным операциям. Для визуализации малых размеров парочитовидных желез мы предали свою методику, получили патент. Для определения пораженной железы врачи использовали флуоресцентный агент, который светится, если направить на него луч ультрафиолетового света с определенной длиной волны. При его свечении вот эта вот увеличенная парочитовидная железа, патологически измененная, будет ярко-алым светом, флуоресцирован, что поможет вам в идентификации и не потребует дорогостоящих исследований во время операции. И простое, чтобы идентифицировать и удалить измененную парочитовидную железу. Хирурги университетской клиники Казанского федерального университета на протяжении нескольких лет вводят новые технологии и методы лечения пациентов с данной патологией. Ариатна Кугушева, Камила Исакова, Евгений Алмазов, Универньюз. Активисты добровольческого центра КФУ «Планета добрых людей» с конца марта 2022 года принимают участие в работе Республиканского гуманитарного штаба «Мы вместе» по оказанию помощи вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик. Штаб расположен в творческом пространстве Маяковский, Казань, улица Маяковского, 24А. Он открыт ежедневно с 10 до 19.00. В рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» в Казанском федеральном университете состоялась тематическая экскурсия «Мои действия при внезапной остановке сердца» для детей школы номер 172 с ограниченными возможностями здоровья. На этом все. В студии была Камила Французова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok